Президент Узбекистана видит создание нового объединения потери не только экономической, но и политической независимости Казахстана и Белоруссии. Ислам Каримов заявил, что его страна никогда не присоединится к наднациональному образованию на территории бывшего СССР. Они говорят, что создают лишь экономический рынок и ни в коей мере не откажутся от суверенитета и независимости. Скажите мне, разве может быть политическая независимость без экономической независимости? Слова Каримова хоть и широко распространились в СМИ, но сенсации не произвели. Каримовский скептицизм к кремлевским проектам не нов для российского истеблишмента. Самый пожилой руководитель в СНГ еще три года назад назвал идею Путина о Евразийском Союзе облегченной версией Советского Союза и пообещал, что Узбекистан больше никогда не пойдет на поклон к другой стороне. В этом, как известно, поддерживают узбекского диктатора даже его ярые противники. Нам нужно интегрироваться и входить в сотрудничество со странами, которые более демократичны, чем мы и которые могли бы помочь и политическому, и экономическому развитию Узбекистана. Но сейчас Россия идет назад, и это будет воздействовать и на страны, с которыми они будут сотрудничать, потому что и политическая ситуация в России ужесточается, и антидемократические процессы начинаются в России. Это будет сказываться негативно и на союзнических отношениях с другими странами тоже. Свою неприязнь к детищу Путина Назарбаева Лукашенко Ислам Каримов высказал перед многочисленными западными инвесторами во время Ташкентского бизнес-форума. Из-за этого позицию узбекского лидера восприняли как свойственную ему манеру лавирования во внешней политике. Однако ряд экспертов считает, что официальный Ташкент, пользуясь удобным моментом, выбирает новый вектор развития в сторону Вашингтона. Яркое тому свидетельство – недавнее открытие представительства НАТО в Ташкенте. Конечно, такое бюро будет своеобразной структурой для того, чтобы реализовывать цели Северо-Азиатического альянса на территории Центральной Азии. Они могут проходить в форме учений, в форме взаимодействия, обучения. Ну и, конечно, не секрет, что они будут вести большую разведывательную, аналитическую работу и будут влиять на ситуацию. Узбекский диктатор, в отличие от казахстанского и белорусского коллег, сделал прагматичный выбор в пользу интеграции отношений с технологически развитым миром. Субтитры создавал DimaTorzok